Всем привет! Чтобы реализовать все музыкальные возможности вашего музыкального центра, нужна высококачественная музыка, записанная, например, на аудио-сиди-диск. Даже купленный лицензионный диск, не говоря уже о пиратском диске, легко может вас подвести. То есть он может оказаться неполноценным, так как наряду с треками наивысшего качества в нем могут присутствовать треки формата МПХ, то есть поддельные треки, воспроизведенные из таких музыкальных форматов, как МП3 и МПСИ, так же и других. Проверить качество аудио-сиди-диска можно при помощи двух программ. Одна программа называется TAU Analyzer, а вторая Audio Checker. Сейчас мы с вами проверим лицензионный аудио-сиди-диск программой TAU Analyzer. Диск аудио-сиди-диск уже вставлен в CD-ROM и мы запустили программу TAU Analyzer. Теперь жмем на кнопку проверки. Началась проверка. Проверка закончилась и, как мы видим, среди общего количества треков их 22, есть несколько штук, 1, 2, 3 и вот здесь 4, 4 трека. Эти треки считаются поддельными, то есть качество, с которым они записаны, гораздо ниже, чем качество CDDA. CDDA считается наиболее высоким. Сейчас я включу этот диск через проигрыватель AIMB и мы посмотрим, как будут звучать эти треки. И в частности посмотрим, в самом ли деле 9, 10 и 11 трек. Ну вот они идут подряд, 3 штуки, имеют вот эти вот форматы. Входим в компьютер, выделяем наш дисковод, открываем автозапуск и открываем с помощью AIMB. Так, это альбом. Мы хотели проверить 9, 10 и 11 трек. Этот трек, как видно вот внизу, имеет гораздо высшее качество записи, с чем обычная, допустим, даже MP3 с битретом 320. Значит, сейчас мы нажмём на паузу. Так, вот он наш 9 трек. Выделяем его. Как видим, появилась надпись, что он тоже очень высокого качества. Давайте запустим. Да, в бегущей строке здесь внизу видно, что так оно и есть на самом деле. Остановим. Теперь посмотрим 10 трек. То же самое. Теперь проверим последний, 11. Тоже качество. И внизу, у нас там был, по-моему, второй снизу, ещё один подозрительный трек. 21. Как видим, с ним тоже всё в порядке. Как видим, программа ошиблась, но ошиблась в нашу пользу. Выдала 4 трека с более такой, или менее неполноценной записью. Хотя, те, которые она подозревала в худшем качестве воспроизведения, оказались такого же качества, как и все треки на диске. То есть, диск можно считать стопроцентно лицензионным, с очень высоким качеством воспроизведения. Прослушивание такого диска на качественной аппаратуре доставит вам удовольствие. Теперь мы проверим другой диск. Также на качество его записи. Жмём старт. Как видим, в этой программе немножко другой формат обработки. Получаем заключение сразу на каждый трек. Допустим, первый трек заключения. Этот трек вот это качество CDDA. Это самое лучшее качество. Что этот трек лучшего качества с вероятностью 100%. Чуть ниже видим заключение, что с вероятностью 99% 76%. И так будет прослежено и оценено качество всех 24 треков. Вот здесь справа видно, как идёт порядок проверки. Проверка закончилась и, как видим, здесь дала программа оценку трекам. И вот в конце оценка всему альбому. качество CDDA с вероятностью 97,21%. Ну, практически 100%. Если взять в расчёт то, что программа может какие-то треки неправильно оценить, дать неправильное заключение. На этом своё видео заканчиваю. Спасибо за просмотр. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok